Время новостей 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 Многие другие вопросы были подняты Маратом Ахмеджановым. В завершении рабочего визита Аким области провел личный прием по земельным, жилищным вопросам и животноводству. Согласно указу президента Республики Казахстан, Акимы всех уровней в течение года проводят встречи с населением. В их ходе жители информируют об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на волнующие социальные вопросы. Эта прямая реализация, концепции слышащего государства, разъясняются пути и сроки решения проблем. На очередной встрече с населением нового главы Степногорска побывала наша съемочная группа. О проделанной работе отчиталась руководитель городского отдела образования Алтыно Спанова. Свыше 12 тысяч степногорских детей посещают 49 образовательных учреждений. В 2024 году 11 класс закончили почти 400 выпускников, более 40% из них поступили на грант. 27 человек получили знак Алтенбельга, а 31 – аттестат с отличием. Отметим, регулярные встречи Аким Степногорска проводит как в различных учреждениях города, так и в населенных пунктах, которые находятся в подчинении городской администрации. В прошлой неделе мы в поселке Шантюбе проводили встречи. Сегодня, буквально до обеда в колледже, в высшем колледже, была проведена встреча. И сейчас в школе номер 6 население задает различные вопросы и благоустройство, и освещение, и дороги. Получают на это ответы. Соответственно, городскими службами озвучиваются планы на будущий год и итоги проведенной работы 2024 года. О проделанной за 10 месяцев работе отдела ЖКХ рассказал руководитель ведомства. Наболевшая тема Степногорска – это подготовка к отопительному сезону. В этом году на неё было направлено порядка 11 миллиардов тенге. Для снижения рисков и предотвращения порывов ведётся реконструкция тепловых сетей. Реализуется трёхгодичный проект водоснабжения города. Выделено из городского бюджета 1 миллиард тенге и 1 миллиард 162 миллиона с областного бюджета. Подрядная организация ТО «Миллиоратор». Общая сумма проекта – 9,2 миллиарда. На сегодняшний день уложено 9,1 километр трубопровода. Также заключён договор на реконструкцию системы водоснабжения посёлка Шантибе. Общая сумма проекта – 1,6 миллиарда тенге. В рамках проекта предусмотрен монтаж 56,5 километров трубопровода. Срок завершения проекта – 25-й год. В завершение встречи жители задали волнующие вопросы. Темы касались образования и ремонта дорог. Напомним, каждая подобная встреча транслируется онлайн. При этом на официальных аккаунтах в соцсетях предоставляется возможность комментирования, а при необходимости – видеоконференц-связи. Эльмира Успанова, Василий Вережников, Алмаз-Адвокасов, Кокщаяк, Парад. С начала года в развитие экономики региона привлечено около 350 миллиардов тенге инвестиций. Основная часть направлена на развитие промышленного сектора. Регион демонстрирует устойчивый рост, ежегодно увеличиваются производственные мощности предприятий. Одним из ведущих промышленных центров области является город Степногорск. Степногорский подшипниковый завод является крупнейшим производителем подшипников в стране и играет важную роль в развитии машиностроения и других отраслей промышленности. Сегодня на предприятии работают более 2300 человек. Завод является лидером по производству не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Мы производим вагонные подшипники для вагонов железнодорожных, локомотивные подшипники, также для локомотивов для железной дороги. И производим цилиндрические, сферические подшипники для тяжелой промышленности. Объем нашей производственной мощности – это 2,4 миллиона подшипников в год. На текущий момент в наших планах произвести в этом году 1,6 миллиона подшипников. В следующем году мы хотим увеличить выпуск на 300 тысяч подшипников. В этом году наша инвестиционная программа составляет 3,5 миллиарда тенге, половина из которой направлено обновление парка оборудования на закупку новых станков. Мы планируем расширить свои рынки сбыта. В прошлом году мы получили сертификат ЕН-1208. Теперь наша продукция может поставляться и поставляется уже в страны Евросоюза. В следующем году мы планируем увеличить в три раза производство и продажу данной продукции в страны Евросоюза. Поэтому мы на текущий момент активно обновляем наш станочный парк, для того, чтобы выпускать продукцию в большем объеме и соответствующего качества для стран Евросоюза. Одна из крупнейших теплиц страны, расположенная в городе Степногорске, начала свою работу в 2010 году при поддержке АО «Казаграффинанс». Этот проект стал частью региональной карты индустриализации Акмолинской области. Сегодня площадь тепличного комплекса достигает 5,5 гектаров. Производственная мощность составляет 2,5 тысяч тонн овощей в год. Комплекс обеспечивает столицу и другие регионы страны свежими огурцами, помидорами и укропом круглый год. Численность нашего персонала на сегодняшний момент около 100 человек. Средняя зарплата, если это необходимо, значит около 170-180 тысяч. Для сельского хозяйства это в принципе неплохо, хотя мы делаем все для того, чтобы поднять эту зарплату для увеличения, так сказать, жизненного уровня наших работников. Основными нашими потребителями продукции являются близлежащие области. Это Североказахстанская, Петропавловск, Кокчетав, Астана. В основном больше 50% мы туда отправляем продукции. Караганда, Павлодар, ну и близлежащие, значит, небольшие поселки и города. Товарищество заявило, что в ближайшее время планирует оборудовать производство до 50 тонн клубничной культуры в год. Для реализации проекта компания намерена решить ключевые вопросы производственного характера и расширить мощности тепличного комплекса. Райлам Шатарымбек, Ермек Кельберген, Алмаз Адвокасов, Кокчах, Парад. В последние годы в стране увеличилось количество случаев мошенничества. Злоумышленники не только звонят по мобильному телефону, но и приходят в дома, используя разные уловки. С каждым днём они обманывают всё больше жителей. Вчера группа людей посетила дома в микрорайоне Бейбатшилик. Они собирали информацию, касающуюся личности граждан. Это вызвало беспокойство у кокшиталцев. Обстоятельства по данному факту были установлены областным департаментом полиции. Оказалось, что на самом деле это были вовсе не мошенники. Мультииндикаторное классерное исследование проводят специалисты областного департамента статистики. Опросник начался со 2 сентября. У меня в команде работают 7 человек. Это я являюсь супервайзером старшей группы. 5 женщин работают, потому что женщины женский опросник ведут. И один у нас получается есть измеритель, который измеряет рост и вес детей. Это всё заложено в самой анкете, в самой опроснике, что мы должны с согласия родителей провести антропометрию. Также в согласии родителей мы заполняем форму согласия родителей. Они там подписывают, ставят свою подпись, пишут, к какому СВА они относятся. Затем я, как старшей группы супервайзер, иду в СВА, получаю с 0,65 формы все данные прививки о ребёнке. Отметим, данный опрос будет проводиться в областном центре до 23 ноября. А также сегодня в 7 часов утра неизвестный мужчина взломал входную дверь дома номер 78 по улице Байтурсынова в Кокшетау и постучал в дверь каждой квартиры. Тревоженные жители запаниковали, думая, что этот гражданин тоже мошенник. В областном департаменте полиции выяснили обстоятельства. Нашими сотрудниками, участковыми инспекторами полиции установлено лицо житель села Краснояр, 1993 года рождения, который по телефону пояснил, что пришёл на адрес, искал своего друга. По установлению была передана информация старшему по дому данного ООСИ, которое заявление категорически отказывается писать, пояснив тем, что они договорятся сами по устранению ущерба. Совершившие хулиганство граждане должны в оговорённый срок возместить ущерб. В ином случае они понесут ответственность перед законом. О подобных инцидентах сотрудники полиции просят немедленно сообщать по номеру 102. Эльмира Оспанова, Лаура Даулитбек, Медед Кайркенов, Алишер Шакубаев. Кокшиак. Парад. В современном мире многодетные семьи и редкость, но семья Кунба из Кокши-Тау является ярким примером любви, заботы и настоящих семейных ценностей. Семейство воспитало десятерых детей. Подробнее о них расскажем далее. Это семья Конбайна. Сегодня в ней воспитываются шесть мальчиков и четыре девочки. В семействе трудятся врач, учитель, инженер, учёный и специалисты производственной сферы. Известный в стране деятель культуры также является членом этой семьи. Я самый младший из этой семьи. Забочусь об отце. Самый старший брат живёт в столице. Он работал инженером. Сейчас ему уже 70. Брат Тулебек работает в театре. У меня три сестры и одна сестрёнка. Она работает в сфере культуры в городе Коши. Ну а две сестры живут в Монголии. Одна живёт в Талдыкургане. Они пенсионеры. Мы примерная семья. Конбайата – глава семейства. Ему 94 года. Аксакал воспитывает 38 внуков и 45 правнуков. Мечтает, чтобы каждый его потомок получил высшее образование и стал примерным гражданином. Каждый раз, собираясь за Достарханом, он не устает делиться наставлениями. Помощь от детей не требуется. Я получаю пенсию 100 тысяч тенге. Обо мне заботится младший сын вместе с невесткой. У всех сыновей есть дом. У дочек тоже есть дома. Мы делаем это. Семья чтит казахские традиции. Они сумели привить в сознание своих детей национальный характер. Меня воспитывала бабушка. Уже позже наблюдала за бабушкой моего супруга. Главные ценности этих людей – сохранение традиций. Это касается всего – и хозяйства, и даже обычаев. На всё обращают внимание. Мы выросли на этом и продолжаем. Стараемся сохранять наши семейные ценности. Одна уникальная позиция этой семьи заключается в том, что прежде чем принимать решения, они советуются с друг другом. Учитывая мнение друг друга, приходят к общему решению. Известный учёный Гаусс называл математику царицей всех наук. Жительница Зерендинского района Амаржан Абова. Также выбрала профессию в области точных наук. Она опытный педагог, нашедший свой путь в сфере просвещения. Маржан Абуова работает в педагогической сфере уже более 40 лет. Она окончила физико-математический факультет Кукшетауского университета имени Шуканова-Лиханова. В своей работе учитель применяет современные методы обучения. Как говорил Сухомлинский, пока человек не начнёт самостоятельно думать и искать, без слов учителя ни одна программа, ни один учебник, ни одно техническое средство не принесут пользы. Мы, помимо образования, также занимаемся воспитанием. Выпускники Маржан Кабыкеновны сегодня успешно трудятся в различных сферах страны. Некоторые занимают руководящие должности как в Казахстане, так и за его пределами. Среди её нынешних учеников есть победители республиканских научных проектов и предметных олимпиад. Сама учительница является победителем различных конкурсов и имеет статус педагога-исследователя. Маржан Кабыкеновна – одна из самых опытных учителей нашей школы. Можно сказать, что она посвятила всю свою жизнь обучению детей, развитию их интереса к знаниям. В целом, её вклад в образование неоценим. Мне очень нравятся уроки математики у Маржан Кабыкеновны. Особенно её подход к работе с детьми. Она прекрасно держит себя на уроке и объясняет материал по новой методике. На её уроках я чувствую себя свободно. Она великолепно работает с учениками. Её уроки я очень люблю. Маржан Абова воспитывает образованное поколение и прививает молодёжи правильные ценности. Она также повышает свою квалификацию и учится новому. В прошлом году Министерство обороны запустило проект «Срочник-2.0», направленный на поддержку военнослужащих, прошедших обязательную военную службу. В рамках инициативы 34 солдата воинской части 55-10 Национальной гвардии стали обладателями образовательных грантов. Проект «Срочник-2.0», инициированный главой государства, направлен на стимулирование граждан к прохождению военной службы и предоставляет образовательные льготы. Один из обладателей гранта Гигала Борткава считает, что данная инициатива является мотивирующим фактором для молодых людей. Призван в льду национальной гвардии с города Петропавловск. Попал в программу «Срочник-2.0», поэтому сдал все воинские нормативы на оценку «Отлично». Получил сертификат. Табайский педагогический университет. Выражаю большую благодарность воинской части 55-10 и нашей республике Казахстан. Главное преимущество программы заключается в том, что солдаты, находящиеся в армии, могут поступить в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов. Этот новаторский подход не только повышает престиж военной службы, но и создает дополнительные возможности профессионального роста военнослужащим. Критериями отбора являются выполнение программы боевой подготовки, личной дисциплины и выполнение специальных обязанностей во время медицинской службы. Я думаю, что программа «Срочный ноль» является хорошим символом для выполнения воинского долга перед со мной гражданами, а также поддержки с финансовой стороны для своих родителей. В этом году в конкурсе приняли участие 340 солдат воинской части Национальной гвардии. Из них 34 военнослужащих стали обладателями образовательных грантов. Лучшие солдаты, проявившие себя в службе и добившиеся высоких результатов, получили специальные сертификаты. В Кокшетау прошел областной этап республиканского конкурса научных проектов среди учащихся 8-11 классов. В нем выявляли лучших 126 младых исследователей со всего региона. Среди участников ученица 9-го класса из Еременталского района Айла Серегбек. В будущем она хочет стать медицинским работником. Айла представила на конкурсе научный проект по направлению «Математическое моделирование экономических и социальных процессов». «Это мой первый приезд на областной этап этого конкурса. Прошла районные этапы, прибыла на областной. Вообще, я считаю, что моя тема актуальна, потому что математика играет огромную роль в медицине. Мы проводили эксперименты с моим руководителем. Начали с октября 2023 года. Думаю, что получу призовое место». Наргиз Сейльбекова – ученица 10-го класса школы-лицея номер 18 города Кокшетал имени Сакена Жунусова. Её проект привлёк особое внимание жюри. Она предложила запускать электроэнергию с использованием неодимового магнита. «Актуальность данной работы заключается в том, что доступна экономия электроэнергии. Например, с помощью этого электромагнитного двигателя, когда свет в доме выключен, мы можем включить свет на некоторое время. Это позволяет экономить электроэнергию, и с точки зрения денежных средств тоже экономно, потому что эти неодимовые магниты намного дешевле, чем редкие магниты». Для участия в конкурсе было выдвинуто 211 научных проектов. Из них 110 наиболее актуальных прошли отбор экспертов и были приняты для защиты. «Из года в год растёт уровень проектных работ учащихся. В первую очередь рассматривается исследовательский уровень. Насколько школьники участвовали в научных исследованиях. Смотрим, насколько они проявили инициативность, любознательность вместе со своим учителем-предметником. Рассматривается по нескольким экспертным требованиям. Самый главный фактор – это научность». «Сейчас проходит областной этап конкурсов научно-исследовательских проектов школьников. Данный конкурс направлен на развитие творческих и исследовательских компетенций учащихся. Я представляю секцию «Химия и охрана окружающей среды». Хочу отметить, что подготовка учащихся очень высокая. Тематика исследований очень разнообразная от фундаментальных до прикладных. Видно, что работы прошли этап экспертизы учёных, предварительный этап. И отрадо заметить, что работы носят оригинальный характер. То есть прошли этап экспертизы на антиплагиат. Учащиеся очень уверенно себя ведут. Много работ именно имеющие экспериментальный характер. То есть это говорит о том, что наши школьники не только города, но и с районов. Хочу отметить Буландинский район, Бурабайский район, Зелиндинский район. Имеют возможность проводить научные исследования в пределах стен школ. И хочется пожелать нашим участникам, педагогам, чтобы таких работ было больше. И очень приятно даже отметить, что идеи, которым можно даже учёным университета, к этим идеям присмотреться и их развить дальше. По итогам конкурса победителями в каждой номинации стали 94 учащихся. Они награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие участники, прошедшие первый тур областного этапа, в декабре сдадут тестирование по профильным предметам. При успешном прохождении они получат путёвку на республиканский этап и будут защищать честь региона. Кайрбек Турегенов, Жанар Мукушев, Амедед Кайркенов, Ардак Тлёгабылов, Кокщаях Парад. Железная дорога Казахстана отмечает в 2024 году свой 120-летний юбилей. В связи с этим состоялась интеллектуальная игра у Лес-НДКО среди сотрудников отрасли. Команды структурных подразделений филиалов защищали предложения по улучшению работы. Девять команд соревновались за звание «Лучшие» и оценивали их компетентные жюри, среди которых главный менеджер департамента по управлению человеческими ресурсами и социальной политики ТОК «Этаже грузовые перевозки». Как отметила специалист, Акмолинский филиал является передовым. «Начало таких проектов носит большой вклад в то, чтобы дать вам большую мотивацию. Хочется отметить, Акмолинское отделение, в частности, опережает все казахстанские, ведь тут проводятся отличные программы». Интеллектуальная игра нацелена на создание дружественной атмосферы и анализ условий заданий. Каждая команда защищала свои проекты. На это им было выделено по 5-7 минут, а оценивалось задание от 1 до 9 баллов. «После проведенных игр получил массу эмоций, массу положительных эмоций. Все переживали перед этой игрой. Игра действительно интеллектуальная, много выслушанной, принятых средних предложений по улучшению условий труда». По итогам игры первое место заняла команда «Авангард науки и техники». Почетная вторая досталась случайным пассажирам. И третья команде «Молния» из участка Жалтыр. Участники награждены дипломами и товарными сертификатами. В регионе продолжают ухудшаться погодные условия. Обильные осадки в виде снега, а также сильный ветер значительно снижают видимость на дорогах. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Ситуация на дорожном полотне остается сложной. В связи с этим сотрудники полиции усилили патрулирование. Они не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и проводят разъяснительную работу с водителями, призывая их к осторожности. Также производится очистка снега спецтехникой. В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде снега, метели, образование на дорогах гололедицы. Департамент полиции Акмольнской области рекомендует отказаться от управления неподготовленным к зимнему периоду транспортом, а также воздержаться от дальних поездок. Необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. При управлении транспортом соблюдайте скоростной режим, так как превышение скорости может привести к дорожно-транспортным происшествиям и тяжким последствиям. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия в регионе смещаются на восток. Уже сегодня ночью северо-западный циклон с осадками и метелью покинет территорию Акмольнской области. С 22 ноября сибирский антициклон обоснуется на территории нашей области и ближайшую неделю ожидается погода без осадков, со слабым умеренным ветром, временами с усилением до 15-20 метров в секунду. Местами ожидается туман. Резких изменений температурного фона не будет. Так, в ночные часы температура воздуха ожидается около 50 мороза, днём от нуля до 5 градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий наблюдается ограничение видимости до 50 метров. Планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на участке автодорог республиканского значения, Астана-Эрементау-Щидерте и Екатеринбург-Алматы. Полиция ДЧС Акмолинской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток. Также необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость и использовать противосклетящие средства. Этуард Погребицкий, Павел Соловьев, Кокщик, Парад. Летом текущего года в районном центре Есильского района открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В нём есть бассейн, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажёрный зал. Занятия бесплатно посещают более 200 есильских ребятишек. Особенно дети и взрослые с интересом посещают бассейн. Для тех, кто хочет заниматься плаванием и вести здоровый образ жизни, здесь созданы все условия. Сегодня бассейн работает по расписанию. Более 200 человек плавают и закаляются каждый день. Особенно преобладает интерес у детей. Они тренируются каждый день и улучшают свои навыки. Впереди ответственные соревнования. Это будет наше первое участие. Я занимаюсь плаванием уже месяц. Раньше купаюсь в реке Есиль. Я освоила некоторые техники плавания. А теперь тренируюсь в бассейне под руководством тренера. Бассейн здесь появился впервые за всю историю города. Он способствует развитию массового спорта. Сегодня местные ребятишки готовятся к соревнованиям, которые пройдут в конце года. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин